Девушки отдыхают Восстанавливайтесь! Шестьсот шестьдесят шесть! Ты чё, слепой? Ты номера не видел? Лейтенант Ярославцев, ваши документы. Ты на кого пасть разъявил? Ты, король говна и пары! Вернитесь к машине! Немедленно вернитесь к машине и положите руки на капот! Всё, всё, спокойно, спокойно. Уже возвращаюсь. Кладу. Тихо, тихо, будь он, тихо. Посмотрим. Ребят, по-пастор sowie к fot Conversател Abby. Тихо. Тихо! Тихо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, в гаишнике подался Думал, зарабатывать хорошо будет Ему же нас кормить приходится А попал в свой гибель, да и понял Не для него это Зарплата крошечная, а взятки брать он не может Серьезная проблема У нас в стране с такими предрассудками долго не протянешь Вот и я ему говорю А он стыдно, стыдно За парнем этим зря погнался Дождался бы напарника своего Напарника Опытный человек, может, что-нибудь и получилось бы По-другому Напарник в это время в соседнем кафе в туалете сидел Борис решил, что у него ждать нет времени А что ему теперь будет? Понимаете, Надежда Михайловна Если нам не удастся доказать, что имела место необходимая оборона То есть, статья 37, часть 1 То ваш муж пойдет по 105 А это до 15 лет Господи, о чем он думал-то? Не знаю Защита будет придерживаться В точке зрения, что ваш муж действовал В соответствии со статьей 152 Которая гласит Сотрудники милиции имеют право применять огнестрельное оружие Для отражения нападения на сотрудника милиции Но ведь нападение же было! Вы мне не дали договорить Вопрос в том Подвергалась ли жизнь Вашего мужа или здоровье опасности? Конечно подвергалась Ну у этого же мужика пистолет был Ну этот мужик, как вы выразились Служил в охранном агентстве И имел полное право на ношение оружия Ну и носил бы! Что размахивать-то? Ну а если я сейчас пистолет достану Это что? Означает, что я хочу вас убить? Да нет, пистолет у меня нет Нет, это я так просто Скажите, Андрей Сергеевич, как на самом деле Борис имел право стрелять? Или... Андрей Сергеевич, там к вам один господин По-моему, очень состоятельный клиент Я сейчас ухожу Уже ухожу Ваш муж просил передать, что он подарок сыну купил На день рождения Так вот он его на андресолях оставил Который в прихожей Ну что вы Не волнуйтесь, все будет хорошо Может быть Я деньги принесла Вот тут аванс Половина только Но на следующей неделе я все принесу Честное слово Я хотела у сотрудников его перезанять Они предлагали, но Борис В записке сказал, чтобы я ним не брала Что так? Не хочешь, чтобы за него платили Приступными деньгами А может они предлагали вам деньги и зарплату? Извините Кстати, я говорил с начальством вашего мужа Но они дали понять, что Его судьба их не интересует Я же говорила Он для них совершенно чужой Вы знаете, мы Будем бороться с вами до конца Я думаю, что Сделаю все, что смогу Вот вы все Навстречу идете, Андрей Сергеевич А нам за офис платить нечем Не страдай Я уже завербовался в адвоката мафии Скоро разбогатеем Кстати, а где твой состоятельный клиент? Ушел Состоятельный, долго не ждут Буду знать У тебя ручка есть? Опять свою сломали? Ты же знаешь, я нервный Спасибо Дорогая Купи побольше Я в тебе не ошибся Вы еще не знаете, как я готовлю, Андрей Сергеевич Ладно, не в тюрьму Смотри, не забудь, завтра суд Не опаздывай, пожалуйста Хорошо Андрей Сергеевич Здравствуйте Чем могу служить? Вы знаете, можете Очень даже можете Дело в том, что справедливость должна торжествовать Иначе жизнь теряет всякий смысл Согласны? Вы знаете, я очень тороплюсь Мы считаем, что если этот сраный гаишник Получит свою законную пятнашку Это будет справедливо Вы из охранного агентства? Наши ребята должны быть уверены в том Что если что, за них отомстят Это все? Не будешь рыпаться, получишь хорошие бабки А если буду? Тоже получишь Мало не покажется Так что подумай Хорошо, я подумаю над вашим лестным предложением Подумай Свидетельница Барковская Будьте добры Расскажите нам, пожалуйста Что вы делали в парке? Читала на скамеечке Я люблю читать на скамеечке Дома дети Внуки, шум А тут никто не мешает Ага Ну расскажите нам последовательно Что происходило? Ну я даже не знаю Вначале я услышала Виск тормозов А когда подняла глаза То увидела, как этот молодой человек Вы имеете ввиду лейтенанта Ярославцева? Ну да Лейтенанта и того, кто погиб Они выскочили из своих машин И пошли друг другу навстречу Они что-нибудь говорили там Угрожали, ругались Я протестую Защита подсказывает свидетелю ответ Протест отклонен Продолжайте, свидетельница Я не могу ответить Я не помню Только потом покойный Лазаренко Ну да Он выхватил пистолет И выстрелил То есть первым Достал пистолет погибший Лазаренко Протестую Защита задает наводящий вопрос Протест принимается А свидетель Барковская Расскажите По-вашему Кто первым достал пистолет? Конечно покойный То есть Лазаренко А кто первым произвел выстрел? Он же Милиционер достал свой пистолет Только тогда, когда Покойный сделал выстрел И промахнулся То есть вы уверены Что первым стрелял Лазаренко? Разумеется Я же находилась в десяти метрах Спасибо большое Ну, защита больше нет вопросов Скажите, свидетельница У вас близорукость или дальнозоркость? Близорукость А вы считаете в очках или нет? В очках У вас для этого другие очки или те же самые? Те же Скажите, свидетельница Когда вы в последний раз меняли очки? В моем возрасте Зрение улучшается То есть вы хотите сказать Что не меняли очки уже много лет? Уважаемый суд Я протестую Обвинитель говорит за свидетельницу Протест отклонен Продолжайте Спасибо, Ваша честь Так когда вы меняли очки? Очки Два года тому назад Замечательно Вы утверждаете, что видели все на расстоянии десяти метров? Да Я сейчас нахожусь на расстоянии десяти метров от вас Сколько пальцев я вам показываю? Три Три Нет Четыре Так три или четыре? Четыре Спасибо, у меня больше нет вопросов Ну, наконец-то Вы что-нибудь узнали? Как обещал Что? В общем, ситуация такая Полгода назад у него отобрали права И он у нас с Гаишникова большой зубами Так, 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 так Это в корне меняет дело Наверное Вы сегодня вечером что делаете? Господи, ну если я не успею В суд до того, когда прозят Курганова Все пропало Скажите, вы на машине? Конечно Поехали Поехали Быстрее Свидетель Курганов Расскажите суду, что вы делали на месте преступления Курганов Ага, значит Значит, на месте преступления Мы гуляли Я и собака Вы всегда гуляете с собакой в парке? Ага Во дворе гоняют За детей-видителей боятся А что Майкабелем сделает? Он сам как... Свидетель Не отвлекайтесь Ага, понял Понял Свидетель Курганов Обвиняемый утверждает, что в машине погибшего Лазаренко Находилась некая женщина Спутница Лазаренко, которая скрылась Что вы можете сказать по этому поводу? Да не было там никого Вы уверены? Что я, слепой что ли? Ну, если вы не слепой, тогда расскажите нам Кто первый достал оружие? Он То есть вы утверждаете, что первым достал пистолет лейтенант Ярославцев? Утверждаю Вы уверены? Абсолютно Покойный только потянулся А этот мент Извините, лейтенант Уже палить А когда же, по-вашему, выстрелил покойный Лазаренко? Да потом уже Когда упал В воздух Ну все Теперь ментуха, она Быстрее Быстрее Ну что же, спасибо, гражданин Курганов У меня больше нет вопросов к свидетелю Быстрее, быстрее, быстрее У защиты есть вопросы к свидетелю? Здравствуйте Что за безобразие? Извините, это моя помощница Андрей Сергеевич, спросите у него про водительские права Извините, ради Бога У защиты еще есть вопросы к свидетелю? Да, Ваша честь Свидетель Скажите, у вас есть личное транспортное средство? Ну да, копейка То есть, вы хотите сказать Машина Жигули первой модели? Ну да Скажите, а когда вы в последний раз управляли собственным автомобилем? Давно Я протестую, защита просто тянет время Эти вопросы не имеют отношения никакого к делу Протест отклоняется, продолжайте Свидетель, скажите А чем объясняется то, что вы давно не управляли собственной машиной? Прав у меня нет У вас их нет? Или их вас лишили? Отобрали Свидетель, скажите суду При каких обстоятельствах вы были лишены водительских прав? Выпимши, говорят, Белл Значит, вы считаете, что не были выпимши? Не был Значит, вы считаете, что сотрудники ГИБДД отнеслись к вам несправедливо? Да они гады По сто долларов берут А у меня таких денег нет Были бы деньги, отпустили бы сразу У меня больше нет вопросов Уважаемый суд Очевидно, что этот свидетель не может объективно свидетельствовать по данному делу Поскольку предвзят относится к сотрудникам ГИБДД Спасибо Это так ты с ним поговорил? Чтобы я этого адвокатюшку больше не видел У обвинения еще есть вопросы к свидетелю? Нет Свидетель быть свободным Угу, понял Ладно, я пошел Это Победа Скажи мне, кто этот в шелком галстуке? Где? Ну, вон, рядом с кожным сидит Вы имеете в виду бригада? Это же Подкопаев, хозяин охранного агентства Посовещавшись на месте, суд выносит определение о переносе слушания Судебное заседание переносится на 14 июля Что мы можем успеть за три дня? А она с 15-го в отпуске А-а-а Андрюш! Андрюш, чтобы не было иллюзий Если ты не сделаешь невозможное, я ничем не смогу тебе помочь На вас давят Давить на судью невозможно Давить на судью, давить на государство А это теперь не модно Только неопровержимые доказательства Иначе все не пройдет Понятно Слушай, кстати, ты, кажется, был в Анталии Ну, как там? Что-нибудь теплое надо с собой брать? Валенки Ну, хорошо, пока Вы мне говорили, что в машине погибшего сидела девушка Ну, да Она сбежала, когда все началось Я помню Эта женщина наша единственный шанс Других свидетелей у нас нет Вы ее все равно не найдете Ну, попробуйте хоть что-нибудь о ней вспомнить Вы имеете в виду особые приметы? Угу Ну, может, она хромала Ну, хотя бы толстая она была или худая Нормальная Борь Если вы сами не захотите себе помочь Я ничего не смогу для вас сделать Ладно Будем считать, что никакой девушки не было Погодите Вспомнил Что? Волосы Она Рыжая была Точно Рыжая Угу Ну, нет, ну, ты же понимаешь Найти Рыжая в Москве Ну Да нет, но все равно нет выхода будем искать Ну, давай я тебе Перезвоню Алло Адвокат Это последнее предупреждение Я надеюсь, ты понял О, а почему без машин? Вы что, попали в автокатастрофу? Знаешь, чем отличается катастрофа в аварии? Нет Ну, если катастрофа, значит, кто-то погиб Ну, вы, слава богу, живая Это временно Чипун, вам на язык Если Рыжая случайная попутчица Найти ее, конечно, не удастся Но вот если она была любовницей Или хотя бы близкой приятницей Часто бывавшим в доме Фу Так, ну, вот это его С какой начнем? Сейчас проверим твою интуицию Кто? Это по поводу погибшего Лазаренко Соседа Из милиции, что ли? Нет, я адвокат Моя фамилия Зимогоров Защитник А, защитник? Ну, иди защищай своих олигархов Нет такого закона, чтобы адвокаты здесь допрос учиняли Так кто же от олигархов откажется? За олигархов развели здесь буржуи Сталина на вас нету Ну, давайте теперь вас проверим Я все слышала Вы адвокат? Здравствуйте Да Проходите Нет, Саша женщин редко водил А рыжая была? Была Противная такая Она в юбках, ну, вот в такусеньке ходила И как не стыдно Спасибо вам, Марья Ивановна Вы нам очень помогли Спасибо Как, а чайок? Неужели не попьете? Мы кофеек в городе попьем Да, здорово вы тогда меня отмазали Я думал, пятера верная будет Ну, так что? Я ваш должник, базара нет Когда работать-то надо? Сегодня Сегодня Если ты откажешься, все пропало Да не, Андрей Сергеевич Ну, вот просто сегодня Ну, что? Футбол У меня у внучки день рождения Ну, ты по-быстрому Ага, по-быстрому Квартиру-то я войду, а дальше-то что? Я ж не знаю, чего вам там надо, чего нет Ну, если б там видик, золотишко Золотишко мы брать не будем Мне нужны координаты рыжей Я понимаю Но тогда вам придется пройти со мной Ну, ты что, с ума сошел? Тогда по-быстрому не получится Нет, это исключено Исключено Будьте здоровы Спасибо Что, простудились? Да нет, я уже лет пять как не болел Значит, аллергия Чего? Аллергия Со мной в камере один врач сидел Не то Он мне все объяснил О, нашли То, что нужно От пыли От пыли все это у вас Все, не могу больше Пошли Вот игрушка И сколько ж телефонов можно записать, а? Тысяч пять А может быть десять А как же вы нужны найдете? Понятия не имею Оп А? А это что такое? Это ты в квартире прихватил? Копеечная вещь Но у меня коллекция Да какая разница? Это же в чистом виде 158-я часть 2-я Двух до шести Ох уж, кто бы говорил Я из-за него свободой рисковал А он еще и недоволен Что-нибудь получается? Из двух десятков записанных в книжечку женщин Трое фигурируют под прозвищами Пупс Заяц и шоколадка А если Пупс и Заяц, это мужчины? А я тебе больше скажу А если Вера Павловна Рыжая? А что же делать? Ну, встречаться с этими тремя Думаю, что все-таки Рыжая Одна из них Встречаться долго Я знаю способ лучше и быстрее Здравствуйте Вас беспокоит телевизионная программа «Шаркон» Наш компьютер выбрал ваш телефон И вы становитесь победительницей лотереи Да, приходите завтра в три К главному ходу в Останкино Для получения приза Какой приз? Ну, телевизор, да, большой такой Вас встретит ассистентка Чтобы вас долго не искать Как вы выглядите? Ну, там рост, цвет волос Высокая брюнетка Спасибо большое, до завтра Пупс отпал Ты уверена, что это правовой способ? Он не правовой, но правильный А что это за передача такая «Шаркон»? Я даже такой не слышал «Шаркон» — это сокращенно «Шарашкина контора» Это я не вам Здравствуйте Это с телевидения Вы выиграли видеомагнитофон А почему не телевизор? Не люблю штампы Это я тоже не вам Да, завтра вас будут ждать У главного входа в Останкино Как вас узнать? Хорошо, вас встретят Зайца тоже отпал? Длинная до пояса, светлая коса Только не забудь им перезвонить и все отменить Ничего, с боекомпьютера обычное дело А, алло Отключен или находится вне действия сети? Ладно, это я сам позвоню вечером А если ты опять не рыжий? Ну, здесь еще телефонов 200 записано К Новому году разберемся Угу Ведь что ты хочешь, а? Отказаться ставить свою подпись На постановление про влечение тебя В качестве обвиняя его? Да нет, это бессмысленно Статья 40 148 УПК Российской Федерации Следователь просто удостоверит Что тебе Постановление было предъявлено Вот и все Да не волнуйся ты У тебя повестка до послезавтра Ну, все, я Я приеду Пока Пока Алло Зоя Зоя, это я Ты говорила, что Господа из ГИБДД Хотели бы помочь ему коллеге Ага Свяжись-ка с ними Зоя, это я Немедленно остановитесь! Субтитры делал DimaTorzok Алло, Зой, это я, привет. Постараюсь побыстрее узнать, на кого оформлен автомобиль. Opel Frontier, номерной знак Т997SV99. Сразу перезвоню. Жду. Здравствуйте. Я Зимогоров. О чем вы хотели говорить? Извините, вы не могли бы снять шляпу? Ну, возможно, если я увижу ваши волосы, мне не придется задавать вам неприятный вопрос. Если вы пойдете вон, мне тоже не придется отвечать вам на ваши вопросы. Ну, если вы не хотите на них отвечать, зачем вы согласились со мной встретиться? Сдуру. Сразу не сообразила отказаться. А может быть, вам стало интересно понять, почему я вам заинтересовался? Снимите шляпу, я исчезну. Убирайтесь. Убирайтесь. Ну, хорошо. Я еще разжевала свою женщину, которая сидела в машине Лозаренко, когда его стрелили. Убирайтесь. Спасибо. Извините. Всего доброго. Убирайтесь. Слушаю, Зимогуров. Да, Зоник. Так ты хочешь сказать, что этот Опель принадлежит хозяину охранного агентства, в котором работал Лозаренко? А женой его, случайно, не Рая зовут? Так, понятно. Что понятно? Ну, понятно то, что Лозаренко спал с женой своего босса. Угу. Еще понять, как в этот сюжет писается, Рыжая. Ну, все, спасибо. Целую. Здрасте. Здорова. Вам кого? Иди, малыш, играй. Мам, ну ты скоро? Что вам еще надо? А я хотел поговорить с вами. О новых средствах для окраски волос. Я сейчас. Ты где? Что дальше? У вас были отношения с Лозаренко? С какой стати? Я вам должна отвечать. Когда его застрелили, вы находились в его машине. У вас нет доказательств. Больше нет вопросов? Есть. Но только не к вам, а к вашему мужу. Господину Подкопаеву. Интересно, как он отнесется к информации о том, что вы находились в связи с Лозаренко? Он вам не поверит. Мне может быть и нет. А вот с соседем Лозаренко по этажу. Особенно Марье Николаевне, которая буквально не отходит от дверного глазка. Кстати, она вас помнит Рыжий. Что вы от меня хотите? Для начала я хочу, чтобы вы рассказали, как и при каких обстоятельствах погиб Лозаренко. Музыка. 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 Отставай, Рая! Шестьсот шестьдесят шесть. Приказываю вам остановиться. Шестьсот шестьдесят шесть. Приказываю вам остановиться. Вот блин, прям. Ну, щас я его, блин, устрою. Ты чё, слепой? Ты номера не видел? Лейтенант Ярославцев, ваши документы. Ты на кого пасть разъявил? Ты, король говна и пары. Вернитесь к машине. Немедленно вернитесь к машине и положите руки на капот. Всё, всё, спокойно, спокойно. Уже возвращаюсь, кладу. Ну, то, что вы испугались и убежали, это не преступление. Главное, чтобы вы нашли в себе силы прийти в суд. Да я же не этого боюсь. Как я всё мужу-то объясню? Да так и объясните. Скажете, что Лазаренко согласилась вас подвезти. Ему как раз по дороге в Шереметьево. Моя мама живёт в другом конце города. Ну, а на мобильной позвонила подруга и попросила срочно приехать к ней. У вас есть день к подруге на речном? Угу. На Соколе. Отлично. Скажете, что она узнала об измене мужа и очень расстроилась. Годится? Не годится. Она не замужем. Ладно, я это что-нибудь придумаю. А вы ему ничего не скажете? Вашему мужу? Да нет, конечно. Главное, приходите в суд. Угу. Рай, скажите, а почему Лазаренко называла вас шоколадкой? Вам подошло бы больше что-нибудь вроде Рыжика? Да это знаете. Просто я очень шоколад люблю. Мужики в камере говорят, лучше признаться. Тогда судья срок меньше даст. Мужики, конечно, дело говорят. Но я думаю, что вам признаваться не стоит. Тем более, что не в чем. Вы... Вы ее нашли? Угу. Нашли Рыжую? Нашел, Боря. И завтра в суде она расскажет все, как было. Можете не сомневаться. Спасибо. Ну, меня еще рано благодарить. А вот ваших друзей из ГАИ уже можно. Они нам здорово помогли. И в суде тогда, и от хвоста сегодня отбили. Семья не без урода. Это вы хорошо сказали. Ты понимаешь, я очень устала от этой жизни. Я хочу иметь ребенка, хочу иметь семью. Я устала числиться просто любовницей. В конце концов, хочу побыть женой. И потом... Это на Западе рожают сорок лет. Ничего. А у нас двадцать пять, уже старородящая. Ну, что ты молчишь? Хорошо. Я попробую еще раз поговорить с Женей. Дело-то, по-моему, уже не в Женьке. А в тебе. Да. У вашего дома стоит машина. Спускайтесь, прокатимся. Это кто? Ну, вы же знаете. Спускайтесь быстрее. Ну, если не поеду, то что будет. Ну, тогда поедет ваша доченька. Женя. Она ведь сейчас у бабушки. На часовой улице. Что случилось? Кто это был? Кто это? Я тебя, красавец, предупреждал, чтоб ты водичку не мутил. А ты, видно, решил, что тебе море по колено. Но сейчас ты здесь не для того, чтобы я учил тебя вежливости. Хотя руки так и чешутся. Более того, я готов про все забыть. Если ты мне честно ответишь на один вопрос. Вот это путалось с Сашкой или нет? Ты должен знать. Она наверняка тебе рассказывала. Все как было на самом деле. Сегодня в садике. Вы долго разговаривали? Правильно. Подумай. Хорошенько. Потому что, если ты скажешь нет, то просто отсюда выйдешь. А если скажешь да, то твой мент завтра отправится домой. И встречать его будут с оркестром, за который заплачу я. Так что сказать да, тебе прямой резон. Оркестр, конечно, дело хорошее. Но я как понимаю, вам нужен честный ответ. Ты правильно понимаешь. Ваша жена порядочная женщина. В машине Лазаренко она оказалась совершенно случайно. И скрыла это от вас, потому что боялась вашей ревности. Ну и судя по ее лицу, имела на то все основания. Так что я вам очень рекомендую забыть о вашей глупой ревности. И подумать о своей репутации. Если вы завтра не отпустите свою жену в суд, я буду вынужден мотивировать ее нявку тем обстоятельством, что она была любовницей Лазаренко и теперь боится огласки. Таким образом, вы будете скомпрометированы и как мужчина, и как бизнесмен. Потому что в хорошей фирме сотрудники не спят женой бусы. Какой ты смелый. А не боишься, что завтра судей тебя просто не будет? Я не думаю, что это в ваших интересах. Таким образом, невозможно утверждать, что подсудимый действовал исходя из самообороны. Садитесь. У вас все? Да, Ваша честь. Хорошо. Защита. Я прошу пригласить в зал свидетельницу Подкопаева Раиса Ивановна. Пригласите, пожалуйста, Подкопаеву. Свидетель Подкопаева. А ее нет, Ваша честь. Вот как. Что же делать? Уважаемый суд, защита хотела бы сделать заявление в связи с неявкой в суд свидетельницы Подкопаевой. Извините. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Там пробки ужасные. Если бы я вела это дело, Андрей Сергеевич, это раньше в жизнь бы не пришла. Все-таки, Андрей Сергеевич, вы гений. Спасибо, мне уже доложили. Андрей Сергеевич, я вас поздравляю. Кажется, вы стали ньюсмейкером. Ну, как говорят, в кругах близких, господин, подкопай его. За не смей, град ветер. Давай. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok